Здравствуйте друзья. Сегодня мы рассмотрим еще один гаджет для умного дома из экосистемы Акара. Это сенсор, который измеряет три параметра воздуха, выводит их на экран и передает данные системе. Два привычных и стандартных это температура и относительная влажность, а третий это уровень летущих органических веществ или соединений сокращенно улов или лосс. Это химические вещества, которые освобождаются в виде газов из твердых или жидких веществ и легко испаряются в воздух даже при комнатной температуре. Множество вещей, которые мы используем каждый день, выделяют в воздух летучие органические вещества. Все лов предрасположены к тому, чтобы быть вредными. Также существует несколько лов, которые могут быть особенно опасны, например формальдегид, бензол и фенол. Производитель Акара. Тип устройства, монитор качества воздуха. Параметры измерения, температура, влажность, лов. Интерфейс ZigBee 3.0. Экран на электронных чернилах. Диапазоны измерений лов от 0 до 25 мг на метр кубический. Температура от минус 40 до 85 градусов Цельсия, влажность от 0 до 100%. Размер 41.6х76х14 мм. Питание 2 батарейки CR2450. Поставляются устройства в стандартной для Акара белой коробке. Стандартно я подразумеваю версию для китайского рынка. Причем настолько китайского, что я даже на Али не встречал этот датчик в свободной продаже. Я брал через посредников Китая. В комплекте поставки сам датчик, набор аксессуаров для его крепления на поверхности и небольшая инструкция на китайском. Комплект крепления состоит из куска двустороннего скотча, металлической пластинки и пару металлических кнопок. На металлической пластинке имеются два отверстия для идущих в комплекте кнопок, это подойдет для нетвердых поверхностей, например стен из гипсокартона. В центре находится уже приклеенный круг, к которому надо крепить датчик. Как вариант, крепить пластину не на кнопки, а на комплектный кусок скотча. В общем жестких правил тут нет, кому как удобнее, так можно и крепить. Датчик имеет прямоугольную форму, длина корпуса 76 мм, высота 41.6, а толщина 14 мм. В центре находится экран, выполненный по технологии электронных чернил. Сзади съемная крышка, при креплении на стену она будет зафиксирована, а датчик, при необходимости, будет сниматься без нее. На левой стороне корпуса находятся два отверстия для воздухозаборника, располагать датчик следует так, чтобы к ним был свободный доступ. На верхнем торце находится единственная кнопка управления, например для перевода в режим сопряжения нужно удерживать его нажатой примерно 8 секунд. В нижней части со стороны задней крышки находится небольшой паз, для снятия крышки в него нужно что-то вставить например пластиковую карту и поддеть крышку. Под ней находится батарейный отсек, питается устройство сразу от двух батареек формата CR2450. Это большие таблетки и более дорогие в отличии от более часто используемых CR2032. Забегая вперед скажу, что благодаря этим батарейкам устройство можно крепить на более менее мощные магниты, например на холодильник, как на этом слайде. В моем случае предохранительных клапанов между батарейкой и контактами не было, но сам датчик был выключен. Для включения нужно нажать и подержать кнопку пока не обновится экран. Сразу после запуска отображается температура и влажность. Через некоторое время появится показание твок в виде листиков, чем больше листиков тем чище воздух. Удобство в том, что не нужно помнить пороговое значение, ориентироваться просто на пиктограмм. Двойным кликом на кнопку сверху можно переключать режимы отображения, убрать данные лов или наоборот выводить в цифрах. Если удерживать кнопку порядка 8 секунд, устройство переходит в режим сопряжения, на экране показывается иконка в виде антенны. Логическую часть начнем с системы управления Acara Home. Переходим в список поддерживаемых устройств, находим монитор качества воздуха. Далее указываем шлюз для подключения, у меня это Acara M2, после чего шлюз включает режим подключения устройств. После этого переводим сенсор в режим сопряжения и ждем завершения подключения. Устройство добавляется в систему и передает три параметра воздуха. В списке устройств датчик один, на главном экране три иконки для каждого из параметров. Лов по умолчанию передается в миллиграмм на метр кубический. В плагине устройства, кроме параметров воздуха, отображается еще статус батарейки, но не в процентах, а как-то аналогово, тут написано норма. По нажатию на иконку info под значением low можно прочитать краткое описание, что это такое. Каждый из параметров будет сохраняться в виде исторического графика в разрезе дня, либо недели. Меню настроек довольно объемное на два экрана. Первым делом я проверяю наличие новой прошивки, но по состоянию на дату обзора, самая новая из коробки 000023, совсем раннее. В автоматизациях датчик работает только в разделе если. Вариантов тут много, на каждый из параметров измерения воздуха. Причем тут есть триггеры, например температура понизилась, поэтому событию запустится действие автоматизации. А есть условия, например ниже выбранной температуры. Это нужно для стороннего триггера, если он сработает, проверяется соответствие условию и только после этого будет запускаться действие автоматизации. Так что тут на все случаи из жизни. С HomeKit все просто. Шлюз Akara M2, который установлен как мост в Apple HomeKit, автоматом пробрасывает подключенные к нему датчики. И герой обзора не исключение. В приложении дом отображаются все три измеряемых датчиком параметра. Температура, влажность и лов. Причем лов не в цифрах, а просто как состояние. В примере отлично. Я использую кастомизированную версию Mi Home с сайта kapiba.ru, регион установлен Китай. Устройство нашлось в списке в разделе датчиков качества воздуха. Из доступных к сопряжению шлюзов показывает только Xiaomi третья версия. Аналогично можно зайти через плагин шлюза в раздел zigbee устройств и найти в общем списке героя обзора. Принципиальной разницы нет. Кстати тут пишет нажимать кнопку не 8, а 5 секунд. Кстати в реале это ближе к истине. Далее все стандартно. Устройства добавляются в общий список устройств системы и перечень дочерних устройств шлюза. Плагин тут имеет немного другой вид, но по сути повторяет данные отображаемые в Akara Home. Есть значение всех параметров, их расшифровка и описание. В настройках устройства можно изменить единицы измерения, градусов и значения лов, миллиграмм на метр кубический или количество частей на миллиард. В автоматизациях, а тут все параметры с тильдой, значит есть только в этой кастомизированной версии Mi Home, есть только триггеры, события, которые вызывают срабатывание автоматизации. Третий шлюз Xiaomi является одним из вариантов проброса устройства в Home Assistant. Для этого используется одноименная интеграция, про которую я рассказывал в своих уроках, ссылка на плейлист в описании. В системе появится уведомление о добавлении нового устройства. Имя гаджета заимствуется из Mi Home, у меня оно по умолчанию. Монитор появится в перечне устройств интеграции шлюза, к которому он подключен. В Home Assistant передаются данные о воздухе, лов в виде значения частей на миллиард. При активной опции детализации работы будет доступен сенсор последнего отклика от устройства. Следующий метод это ZigBee to MQTT с использованием USB ZigBee координатора, у меня это CC2652. Версия интеграции на дату обзора 1.2101. Включаем в интеграции режим добавления новых устройств, после чего жмем кнопку до появления изображения антенны на экране. Датчик поддерживается, поэтому добавляется без приключений, с корректным описанием и картинкой. Как и другие гаджеты, которые работают от батарейки, монитор является конечным устройством, то есть он уходит в спящий режим, это надо для экономии заряда, и не передает через себя данные от других участников сети. Вот значение получаемое с датчика. Кстати есть уровень заряда батарейки в процентах, он вычисляется по напряжению. Параметр может меняться как в меньшую, так и в большую сторону. Все это передается в виде сенсоров Home Assistant. Кстати, с некоторых пор, полезный параметр последнего отклика от датчика, по умолчанию стал деактивированным, кому надо, его нужно включить вручную. ASLS шлюз поддерживают устройство на прошивках не ранее 9 августа 2021 года. Процесс сопряжения аналогичный. Если в ходе его появится надпись Start Interview, то нужно коротко нажать на кнопку на датчике. Тип, модель и картинка устройства корректны. Для него создан отдельный 55 конвертер. Если сразу после подключения не появится параметр лов, паниковать не надо, через какое-то время обновиться. Вот это значение появилось через некоторое время, после того как датчик прислал его обновление. Все эти данные через интеграцию MQTT попадают в Home Assistant и могут работать в автоматизациях, либо для визуального контроля. Как видно по истории изменения данных в MQTT топике устройства, обновления прилетают в среднем раз в 20-30 секунд. Но это касается обновления любого из измеряемых параметров, включая уровень напряжения на батарейке. А вот так выглядят графики каждого из них. Разрешение измерения температуры до десятых, это несколько объясняет более редкие изменения, относительно например влажности, измерение которой идет с разрешением до сотых. Значения лов тоже меняются довольно часто. Точность данных более и менее коррелируется, например с монитором воздуха Xiaomi, это что касается содержания летучих органических веществ. Правда на экране у Xiaomi данные меняются гораздо чаще. Что касается температуры и влажности, то конкретно тут герой обзора нагрелся от ощутимо теплого корпуса Xiaomi. Вот сравнительно с датчиком температуры и влажности, видно что значения первой очень близки, а вот что касается влажности, то пока могу констатировать, что она тут завышена на несколько процентов. Еще один момент, передача данных идет существенно чаще, чем смена показаний на экране. По сути, это еще один вариант датчика температуры и влажности, где третьим параметром сделали значение лов. С упомянутым в обзоре монитором воздуха Xiaomi, отличие в том, что последний еще измеряет значение мелкой пыли PM2.5 и математически рассчитывает значение CO2. На момент выхода обзора, найти этот датчик в свободной продаже довольно проблематично, но я буду отслеживать его и обновлять ссылки под видео. На этом все, если видео было вам интересным ставьте лайки, чтобы не пропускать новые выпуски подписывайтесь на мой канал. Кроме YouTube у меня есть еще Telegram канал, где я публикую новости и интересные ссылки на товары для умного дома, ссылку на него ищите в описании под видео. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok